Проверка показала, пожарная сигнализация была неисправна, а эвакуационные выходы заблокированы. Управляющую компанию жилого комплекса Сан-Токи, где 12 июля на крыше произошло крупное возгорание, оштрафовали на 75 тысяч рублей. Всего же инспекторы по пожарному надзору выявили на объекте 13 нарушений. Когда же монтажные работы завершатся на крыше другого жилого дома в Иркутске, сказать трудно. На улице Звездинской в Иркутске замену кровли выполнили частично. Сегодня стало известно, что ремонт крыши жилого дома завершится лишь после единогласного решения его жителей. Как нам пояснили в управляющей компании, которая обслуживает здания, ремонтные работы по замене кровли в доме происходили в 2017 году. Монтаж шифера начали проводить из-за многократных обращений собственников жилья на протечки. Тогда заменяли только те участки, которые находились в самом плачевном состоянии. Для этого вначале провели дефектовку и составили смету работ. Оставшаяся площадь крыши, по мнению руководства управляющей компании, находится в удовлетворительном состоянии. Но при обращении жильцов кровельный материал также заменят на оставшейся площади. В настоящее время жалоб от жителей не поступало. Если собственники хотят, чтобы текущий ремонт продолжился на данной кровле, то им необходимо принять решение на общем собрании собственников. Управляющая компания составит сметный расчет, выдаст им на согласование. В случае принятия положительного решения мы проведем дальнейший ремонт кровли. Продолжение следует...